Ужасное зрелище! Это надо прикрыть! Я буквально вижу, как твой сфинктер сжимается от усилия! Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не коротком. С вами, как всегда, Кин и незаметно вышедший проект от Marvel... ХИТ МАНКИ Киллера-наемника Брайса после подставного заказа на убийство самого хотят убить. Передаю тебе сообщение от нанимателя. Кто-то должен заплатить за страшное преступление. Но он выживает и спасается в заснеженном японском лесу, где к нему на помощь приходит стая приматов. О, привет. Стая обезьян. И пока он залечивает раны и готовится отомстить, за ним следит один из приматов, не доверяя ему. Зачем мы притащили этого злого человека в наш дом? По ходу дела запоминаю его приемы. А-та-та-та-та. Не стоит этого делать. Один раз возьмешь в гневе, и потом из рук не выпустишь. Время идет, и Брайс практически выздоравливает. Но, увы, его находят и убивают. Следом за ним убивая и стаю приматов, из которой удается спастись только той самой обезьяне, что следила за Брайсом. И тут наступает обезьянья Ярость, и она убивает нападавших. После чего собирается убить и зачинщика, стоящего за всем этим. Но делает она это не одна. Ведь всплывает один интересный момент. Брайс вместо мягких облачков или адского пламени остается на нашей земле в виде призрака, которого видит наш Манки. И теперь вместе они наворотят кучу дел в преступном мире Якудза. Хит Манки Если проект будет интересен и приведет новые платные подписки, Марвел бы постарались запихнуть его на свой стрим. Ну а раз они отдали право Хулу, значит и только один. Они в него не особо-то и верили. Хотя, отчасти их все-таки можно понять. Проект, где пилят бабку пополам, а чуваку стирают лицо об асфальт, вряд ли бы прижился на семейном сервисе. Ладно, хорошо, хорошая попытка. Какую половину хочешь допросить? Сам же Хит Манки основан на одноименном персонаже из серии комиксов, стартовавших в 2010 году. И созданных Дэниелом Веем и Далибором Таладжиком. Из интересного можно отметить, что в союзниках у Манки числится Человек-паук. А вот во врагах Дэдпул и прочие наемники. Плохой Дэдпул. Но это в комиксах, а сериал по большей части самостоятельный. Хотя, все-таки пару раз он ссылается на известных персонажей. Например, на Кинг Пина, который тут реален. А вот тот же Каратель тут сам персонаж комиксов. Из интересного можно отметить, что Хит Манки планировался как часть отдельной кроссовер-вселенной. В которую также должны были входить Модок, Тигра, Дезлер и Говард-утка. Но по итогу от экранизации Тигры, Дезлера и Говарда отказались. Ужас. Оставив живых только Манки и Модока. Но последнему сменили стиль анимации, а поэтому кроссовера все-таки можно не ждать. Что означает Модок? Мобильный организм для организации. Катастрофа. Мазила. Если все-таки решите глянуть Модока, то вы можете это сделать на Кинопоиск. Также там вас будут ждать тысячи фильмов и сериалов на любой вкус, включая эксклюзивы. А если вы все-таки не решите, чтобы такого посмотреть вечерком, то вам с этим помогут грамотно собранные подборки. Плюс к этому доступ к 60 миллионам треков, умным плейлистам и коллекции подкастов с Яндекс.Музыкой. Кэшбэк баллами до 10% на поездках такси класса Comfort, Comfort Plus и Ultima в Яндекс.Го. Также кэшбэк до 10% на покупку билетов на мероприятия в Яндекс.Афише. Ну и конечно кэшбэк до 5% в Яндекс.Маркете на товары со специальной отметкой. И ко всему этому вы получите бесплатный доступ не на 30, не на 45, а на 60 дней. Перейдя по моей ссылке и введя мой код, который вы найдете в описании. Не буду врать, я сам пользуюсь Яндекс.Плюсом уже года как 3 или 4. Пришла пора и вам попробовать, а заодно и канал поддержите. Ну а теперь вернемся к сериалу и его сюжетной составляющей. Первый раз прочитав описание, я, да и вы наверное тоже услышав, подумали, что за наркоманский трэш. Обезьяна-убийца в костюме при помощи призрака киллера выпиливает японских якудза. И да, это слегка упоротый трэш. Я говорил, что это странно. Но трэш сюжетный. И чтобы было понятнее, я бы сравнил хитманки с Харли Квинн. Только он не такой яркий и цветастый. Ну а почему нет? На словах Харли Квинн звучит не лучше. Клоунесса при помощи подруги полурастения, карлика-телепата, живой глины и говорящей акулы воюет с преступным миром Готэма. Который и описывать даже не стоит. Именно! Блин, если так подумать, то хитманки даже менее упороты, чем Харли. С которой, если и можно его сравнить в общей трэшовости и уровне жестокости, то вот на уровне анимации он ей явно проигрывает. Может это, конечно, я, говножуй, не понимающий прекрасного. Но, как по мне, анимация в хитманке с низким уровнем детализации и вечным проседающим фпс сосет большую обезьянью жопу. Эй, приятель! Ты сверкаешь голым задом! И, только не кидайтесь в меня тапочками, я бы сравнил эту анимацию с Арчером. Там она мне тоже не особо нравится, но там, за счет толстых линий, весь мульт выглядит как один большой арт. Ну ладно, давайте только не поднимать шумиху из... этого. Здесь как бы тоже есть интересные визуальные находки, но в целом все выглядит просто очень дешево. Я думал, что спустя пару серий смогу привыкнуть, но что в первой серии, что в десятой глаз цепляется. Единственное, что спасает положение, это Броманс двух харизматичных персонажей, следя за которыми перестаешь думать о визуале. И стоило Хулу хоть как-то налажать с их характерами, я бы, скорее всего, бросил сериал еще на второй серии. Тем более, что после трейлера смотреть его желания у меня особого не было. Но именно благодаря контролируемому трэшу и колоритным персонажам я посмотрел его целиком. О, здорово. Это значит большое спасибо. Первый урок языка жестов. Ну и на этом предлагаю подвести итог. Хитманки – жестокий взрослый мультсериал с общей дозой упоротости и трэша, сравнимых с пушками Акимбо или же Харли Квинн, в котором, помимо прочего, вас будут ждать необычные убийства, стек над смертью и тонны черного юмора. Вот чёрт! Он похож на английского бульдога, которому сделали пилинг. И одним, но довольно весомым минусом проекта я бы назвал его анимацию. Но, если вы сможете закрыть на неё глаза, то вас будет ждать довольно бодрая и очень кровавая боди-муви. Ну а теперь к основным характеристикам. На момент выпуска видео имеется один полноценный сезон. Слухов о продолжении пока что не поступало. Количество серий в сезоне – 10. Продолжительность серии – 20-25 минут. Смотрел в озвучке от Байбаку ТВ. Ну и напоследок хотел бы сказать, что Хит Монки – сериал именно для тех, кого я упоминал в этом видео. А именно для тех, кто любит криминально-детективное направление и ищет в нём чего-то нового. Ну а вас я попрошу написать в комментариях, будете ли вы смотреть мультсериал или пропустите его. Хит Монки! Ну а на этом у нас всё. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ну а в описании я для вас оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал, чтобы я мог откупиться от обезьяны. Также я оставлю основную информацию о мультсериале, а также ссылки на мой инстаграм и группу ВК, в которой мы периодически выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я, как обычно, пожелаю вам столько интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока! Пишина! Вы оба! Как же вы услышите друг друга, если даже себя не слышите? Ну а потом, сколько жду вاس better! Аплодисменты. Пишина!